Радио «Звезда» Река Днепр Раз пробившись в город, каждая новая власть оставалась в Екатеринославе насовсем. В ноябре 1918-го, когда городской глава с говорящей фамилией Труба призвал представителей всех политических сил города провести переговоры, в зал набилось больше десяти делегаций. И это учитывая, что большевиков не пригласили. Первыми осенью 1917-го года в город над Днепром на место исторической дислокации Тараса Бульбы прибыли украинские части. Над соборной площадью вьются жовто-блокитные флаги, на ограде Преображенского собора висят мальчишки, лениво швыряя переспевшие груши-паданки в курчавой шапке с красным верхом, не достигая, впрочем, даже изевающего на тротуаре народа. Под роскошным куполом храма поет красно-золотой архиерей. И залишь нам борги наши, як и мы вибачаемо боржникам нашим, и вздыхает за ним слаженно хор казацкого воинства. Аминь. Под пение заповиту широкое полотнище с вышатым угрюмом Шевченко плывет вдоль фронта войск мимо коленно преклоненной толпы. Мало кто сдержался, чтобы не пролить слез, докладывал комиссару Центральной Украинской Рады начальник залоги, а кое-кто и вовсе не мог владеть своими нервами. Однако на выборах в учредительное собрание украинская партия, представленная коллективом почты, псаломщиком с сестрой и десятком других студентов в крестьянских свитках, заняла третье место, уступив Бунду и большевикам. Пользуясь общим наступлением войск Советской России, оживляются рабочие самого крупного в Екатеринославе Брянского завода. Борьбу за светлое будущее они начинают с экспроприации, угоняют единственный бронированный автомобиль, находящийся в распоряжении украинских частей. Пока его делят все заинтересованные стороны, включая трубу, в город входят красные отряды из Харькова. На месте памятника Екатерине Великой, снесенного еще февральскими энтузиастами, воздвигают картонный монумент революции, который для большей схожести красят белилами, а в доме ревкома стреляют еще не пуганных буржуев. Однако развернуться по-настоящему не успевают. В город вступают отряды вольного казацтва, а следом австро-венгерские войска генерала фон Арна. Топорща, усы и мощно отбивая подкованными сапогами шаг, маршируют по Соборной площади австрияки. Некоторые не могут сдержать слез. Екатерину находят на задворках и закапывают во дворе городского музея. Немецкая марка гуляет по рынкам наравне с рублем и гетмановским карбованцем. В Версале и Эльдорадо под пышными ясенями Екатериненского проспекта пьют кофе лощенные австрийские офицеры. Рестораны, кабаре и горные дома, лимонадные, переполненные возбужденной публикой. Нарядные дамы в платьях из портьер, гетмановские чиновники с трезубцем на картузах, сечевики в синих жупанах и чудовищных шароварах. В скверах военные оркестры наяривают незнакомые марши, в такт медным литавром мелькают щетки, вбивая гуталин в элегантно покачивающийся сапог. В приемной австрийской комендатуры, навалившись животом на стол и кряхтя от усердия, пан Добродий заполняет графы длинного списка. Багровая физиономия, кажется, лопнет сейчас от натуги. «Пан Кулашенко, натяни!» — нудит над ним Мускаленко. «Второй час здесь околачиваюсь. Сейчас их благородие от коменданта выйдут, а у тебя еще конь не валялся». Калашенко вытягивает из кармана необъятный платок, снимает с кончика носа угрожающий нависшую над списком каплю, сопит и, наконец, взрывается. «Черт бы побрал эту ридну мову! На русском давно бы написал». «Не зря понукал Добродей Геннадий Борисович». За дверьми кабинета начальника грохнуло, будто шмякнули опполстулом, но еще громче раздался могучий рык, в котором бывший чугуевский фельдфебель разобрал даже пару-другую известных с фронта немецких слов. Полковник Магдебург зашел в комендатуру на регистрацию. Нехитрая процедура, припоражавшая всех корректности австрийского начальства. Плотный гауптман в синем мудире открыл дверь, пропуская вперед Григория Трофимовича. «Непорядок?» — взволнованно спросил Москаленко. «Писарь, который ведет записи, осмелился сесть в моем присутствии и получил нагоняй от своего начальства», посмеиваясь, объяснил полковник. Спустились по мраморной лестнице бывшей губернской управы, шли, едва перекидываясь словами, по двойному ряду тополей на бульваре. Григорий Трофимович похлопал перчаткой по руке и произнес мечтательно. «А помнишь, Геннадий Борисович, как мы этих австрияков в Карпатах на штыки поднимали?» О приходе к власти Гетмана Скоропадского и о том, что Украина теперь не республика, а монархия, в Екатеринаславе узнают только в мае. Ясновельможный пан Скоропадский, бывший флигель-адъютант государя-императора Николая Александровича, прямой потомок Гетмана Скоропадского, назначенного Петром Великим после предательства Мазепы, демонстрировал лояльность к России и приверженность к монархическому строю. А самое главное, предлагал создать сильный и здоровый плацдарм для борьбы с северно-русским коммунизмом. И это были не пустые слова. С его согласия по всей Украине собирались дружины добровольческой армии, куда притягивались те офицеры, которые, несмотря на все уверения Скоропадского, не хотели служить в украинизированных частях и были сторонниками единой и неделимой России. В Екатеринаславе таким центром руководил полковник Островский. В феврале генерал-майор Васильченко привел с распавшегося Румынского фронта феодосийский полк. Привел в полном составе, не потеряв, что не характерно для того времени, ни одного офицера. И сразу же, по приказу военного министерства УНР Украинской Народной Республики, начал формирование Екатеринославского корпуса. По данным регистрации, в Екатеринославе в это время более 11 тысяч военных. Офицеры 133-го Симферопольского и 134-го Феодосийского полков составляют основу корпуса. Другие идут в авиационный дивизион и 7-й Новороссийский конный полк. Некоторые, отвергая украинизацию и Брестский мирный договор, поступают в дружины добровольческой армии. Полковник Кусонский, полковник Людкевич, полковник Магдебург со своими сослуживцами оказываются в корпусе генерала Васильченко. 9 ноября начинается революция в Германии. Немцы в качестве прощального привета выпускают из тюрьмы в Белой Церкви Симона Петлюру. В 4 дня Петлюра берет Киев и объявляет украинскую директорию. Торжественно занимает Гетмановский дворец. По кафе и бульварам Екатеринослава циркулируют самые дикие слухи. Несколько дней с воодушевлением обсуждают, что в Одессу и Новороссийск прибыли чернокожие десанты французских войск. Повсеместно созываются особые совещания, где принципиально и пламенно спорят о текстах приветственных адресов. Ждут Махно, английская эскадра, Григорьева, Деникина, латышских стрелков, китайцев, еврейских погромов. Имена причудливо переплетаются в горячем шепоте парочек, угнездившихся в задних рядах кинематографа. Бронзовую Екатерину откапывают и водружают на место сгнившего большевистского картона. Петлюровцы входят без боя, горцуя на сытых донских лошадях, занимают нижнюю часть города у железнодорожной станции и моста через Днепр. Корпус поднимает трехцветный флаг, казармы превращены в военный лагерь. Полковник Островский дает приказание добровольцам явиться в казармы феодосийцев, где наверху, на горе, собраны все офицерские части города. Сводка добровольческой армии на середину декабря. Город разделен на пять районов. В верхней части укрепились добровольческие дружины, в районе городской думы еврейская самооборона, далее кольцом охватывают немцы. Добровольцев, самооборону и немцев окружают Петлюровцы и, наконец, весь город в кольце большевиков. На окраине, в Гуляйполе, ждет своего часа батька Махно. 23 ноября 1918 года город разбужен пулеметной трескотнёй. Население теряется в догадках, то ли это большевистское восстание, то ли австрияки бьются с явившимися, наконец, союзными войсками, то ли началась всемирная завостовка, которой давно грозили рабочие хлебопекарни и городского водопровода. Сведения поступают из самого верного источника, от гайдамаков, утром явившихся с обыском. Бой возник между офицерами корпуса и отрядом пана Горобца при старом режиме без заминки, откликающегося на кацапскую фамилию Воробьёв. И был прекращен вмешательством австрийского командования, которое пригрозило обстрелять город тяжёлой артиллерией, если не прекратятся уличные бои. Генерал Васильченко созывает собрание всех чинов гарнизона. Командирного российского полка, полковник Гусев, отказывается участвовать в любых митингах, пережитке 1917 года, однако отправляет полкового адъютанта, чтобы тот держал руку на лихорадочном пульсе событий. Мнения разделились. Одни горячо ратовали за выход из города с оружием в руках и соединение с добровольческой армией, другие также яростно, чуть ли не пробивая несогласных штыком, предлагали распылиться по месту жительства. Узнав, что происходит, полковник Гусев приказал новороссийцам седлать лошадей и привёл эскадрон к казармам. Спешившись, взошёл на трибуну и голосом, которым обычно посылал своих драгунов в атаку, завершил прение. «Я веду мой полк на соединение с добровольческой армией. Кто хочет умереть честно и со славой, пусть присоединяется к новороссийскому полку. Кто же хочет бесчестно умирать в подвалах ЧК, пусть немедленно покинет казармы». Митинг окончен. Команда была дана за час до выхода. Ворота феодосийских и симферопольских казарм распахнулись, и отряды офицеров выдвинулись на улицу. Было их. Тысяча. Впереди, покачиваясь в сёдлах, рысят драгуны. За ними едут пехотные полки. Следом трясётся бронетехника, застревая в сугробах. Самолёты. В первую ночь они подорвут и бросят все машины, которые невозможно будет вести по грязи, то расплывающиеся в непролазное месиво, то застывающие в ледяные бугры. Подводы, гружённые пулемётами обозы, лазарет. Горожане сбегаются из переулка в Екатерининскому проспекту, по которому вниз с горы движется корпус и стоят молча, неподвижно. Лишь женская рука живёт вдруг и, раздвигая снежную пелену, вычертит в воздухе крест. Дребезжит серенький утренний свет. Снег метёт отовсюду, от стен, от тротуаров, от голых деревьев, оседая, укрывая белым платом оставленный город. Рядом с Григорием, нагнув против ветра голову, идёт капитан Ломаковский, младший брат жены. — Гриша! — окликает он. — Посмотри налево. Вдоль живой стены бежит мальчишка в гимназической тужурке. Бежит сосредоточенно, упрямо сжав покрасневшие кулачки, огибает стоящих, не шевелясь, людей. Ныряет за широкие донские шубы, и отцу видны только остренькие лопатки. Серая спинка снова протискивается вперёд, ужасно маленький, жёсткий, как гвоздик, и бежит, бежит. Скрипит под непарадным экономным шагом снег, и сквозь кружение метели шеренгами уходят от него белые заснеженные шинели с крестами на плечных ремней. Самыми последними, тихо и незаметно, уйдут австрийские войска. Через неделю в пустой город явится махно. В воздухе будет стоять гул от пальбы, стёкла в окнах задрожат и полопаются. Будут врываться гурьбой, обвешанные гранатами, разряженные, кто в роскошной енотовой шубе, кто в крестьянском зипуне и железной австрийской кассе. Вы кто? Вот увидите! На улицах, с засыпанных осколками снарядов, битым стеклом, кусками обвалившейся штукатурки, среди трупов лошадей и собак мальчишки собирают шапнель. Рыжие молодцы в синих штанах с красными швами волокут топить Екатерину в Днепре. Директор музея выменяет у них памятник на бутылку самогона. Окончательно свергнут императрицу большевики, и она простоит во дворе музея среди каменных скифских баб до Второй мировой войны и исчезнет в плавильной печи немецкого металлургического завода. Мы читаем главы из книги Елены Зелинской «На реках Вавилонских». Правый берег Днепра. Петлюровцы, обнаружив утром, что офицерский корпус покинул Екатерина Слав, преследовать не рискнули, ограничились лишь расстрелом тех, кто тайком покинув казармы остался в городе. Всем украинским частям был дан приказ перенять офицерские отряды по пути следования и не допустить соединения с Деникиным. Для того, чтобы примкнуть к вооруженным силам юга России, нужно было переправиться через широкий разбухший от осенних дождей Днепр. Разведка донесла, что Кичкасский мост, ближайшая переправа, находится под охраной атамана Григорьева, и противник готовится, отступая, взорвать его. Приняли решение двигаться по правому берегу и, переправившись ниже по течению, повернуть на перекоп. Отряд растянулся на пять-шесть верст. Сначала шла разведка, потом передавая застава, артиллерия, штаб, обос, лазарет, в версте от них — арьергард. У плетня, окунувши головы в поднятые воротники зипунов, курят мужики. — А як думаешь, Петро, че много их? — Там, а будь тысяч шесть-семь, а то може и більше. — Більше, більше, — загудели голоса. — А че ты скажешь, служивый? Сизавусый казак в богатой свитке поворотился к мускаленке, который давно и небескорыстно прислушивался к неторопливой беседе. — Целая армия земляки движется, — не моргнув глазом, отрапортовал Геннадий Борисович. — Всех по пути бьем и никому нас не удержать. Мужики уважительно почесали затылки. — А, к примеру, сало у вас на продажу не имеется? — Перешел к делу унтер-офицер. — Или птицы битой, яиц? — Осео, хватай, пан офицер. — Да ты карбованцы свои захавай, вы люди дорожные. Прослышав от местных жителей, будто от Хортицы по Береславской дороге идёт огромное войско, петлюровцы в бой не вступали. Мелкие наскоки строевые офицеры отбивали, продолжая неустанно движение и очищая степь от Махновских и прочих банд. Осадив коня, генерал Васильченко остановился у открытой подводы. — Не армия, а великое переселение народов, — сердит Абраматалон, оглядывая расположившихся на ночлег офицеров. Леонтий Ломаковский, замотанный в одеяло поверх крестьянской свитки, Магдебург в истрёпанной ещё чугуевской шинели и великолепно выбритый полковник Людкевич в замызганном нагольном тулупе с зияющей на рукаве прорехой. — Завтра, господа, соблаговолите в качестве отличительного знака прикрепить к фуражкам белые ленточки, как корниловцы в незабвенном ледовом походе. — Можно подумать, я своих не отличу от хамских рож, — проворчал вслед генерал Леонтий. — Где и посреди степи ленты возьму. Не на ярмарке, кажется. Приподнявшись на локте, Григорий распахнул шинель и резким движением оторвал край нательной рубахи. Засунув лоскут за околыш, простреленный в двух местах фуражки, нахлобучил её поглубже на уши и, привалившись головой к вещмешку, закрыл глаза. Повозившись в груди сваленного в углу подвода тряпья, затих и Леонтий. Давно спит, с головой укрывшись конской попоной, Людкевич. Тихо, в степи. Прояснилось, вызвездило вдруг, склонившись над белой гвардией, просторное украинское небо. Словно все звёзды с их споротых погон поднялись и рассыпались над ними. Через две недели подошли к Днепровским плавням и втянулись в дофиле между Днепром и железной дорогой. Именно здесь, на подходе к переправе, противник и должен загородить дорогу. Сражение началось утром на огромном лугу между сёлами Мариинским и Нововоронцовкой. Петлюровцы поднимаются в атаку и всякий раз отступают. Васильченко посылает эскадрон «Драгун» и броневой дивизион на тачанках к железнодорожному пути, куда, как показывают пленные, должно прибыть подкрепление. Эшелоны с петлюровцами утыкаются во взорванные рельсы, пулемётная бригада открывает огонь, и когда конница подходит к составу, ей уже нечего делать. К станции «Апостолова», где расположился петлюровский штаб, на подводах везут раненых. Темнеет, близится и наступает ночь, а транспорты, забитые окровавленными людьми, всё идут и идут. Станция переполнена, уже некуда складывать, атаман Григорьев мечется по перрону, схватившись за голову. «Що вон израбылы? Що зрабылы? Як с ними воювать?» В ночь после боя корпус продолжает движение дальше, на юг. В степи бушует снежный буран. Размеренно, не теряя шага, идёт колонна по дороге, меченый рядом телеграфных столбов, через вросшие в снег примолкшие, не огонька, а деревушки, вязнут в сугробах подводы с ранеными. Двадцать часов без остановки. Шестьдесят верст. Сквозь секущее лицо ледяной ветер преодолеет смертельно усталое. Вторые сутки немаковой росинки во рту неперекура, в сырых сапогах, тяжёлых, набухших влагой шинелях. Белое воинство. На рассвете, наткнувшись на село, занятые григорьевцами, они вновь принимают бой. Мерно гулко гудит над днепровскими волнами монастырский колокол. Высоко, раскидисто стоит на каменистой круче таврский афон. Извилисты, скрыты от праздного взгляда тропы в известковой скале, шиповником и боярышником поросли узкие входы в подземелье и кельи монашеские. Тремя угловыми круглыми башнями, каменной оградой, зубчатой контрфорсной стеной укрыт древний Безюков монастырь. На запорожские, ох, нелегко добытые казацкие гроши, возведённые на беспокойной границе с ляхами, оплот православия. Тяжело, устало поднимается по обрывистому, размытому дождями склону пехотный полк. Лошади, помесив копытами грязь, стали понура. Утомлены так, что не поднять им на скользкий холм обозы с техникой. В придорожной почтовой станции остаётся броневой дивизион, полувзвод драгун для связи и заслон несколько старших офицеров. Лишь только бледно-золотая нить вытянулась над Днепровской водой, а офицеры, нехотя выбираясь из тёплого, почти домашнего сна, гремели рукомойником, прибитым к влажному берёзовому стволу у крыльца, отряхивали от налившей соломы шинели, брились, повернувшись в полоборота к раннему свету, сквозившему в узкую щель меж ставнями. Благодать эту, утреннюю, полузабытою, прервал, вернув к беспощадной действительности, крик дозорного. «В ружьё! Пулемёты на позицию! Живо!» Железная бригада петлюровцев, ведомая в бой севастопольскими матросами, наступала правильными перебежками. Засадом в мутном утреннем тумане прорисовывалась конница и длинная лента повозок. Каменный забор окружающей почту служит укрытием, сквозь быстро выдвинутые бойницы броневички ведут частой строчкой огонь. Генерал Кислый, принявший на себя командование, отправляет трёх драгунов с донесением к Васильченко. «Генерал!» — вбегает на крыльцо полковник Людкевич. «Под воду с боеприпасами вчера в монастырь отправили. У нас заканчиваются патроны. Всем собраться в доме и набивать пулемётные ленты. На позиции оставить только пулемёты и десять лучших стрелков». Порфирий Кислый выхватывает из-под Драгожа винтовку и командует. «Магдебург, Каштелян, Войнаровский, Гуреев, за мной!» Сад окружён. Металлический вихрь мечется справа, слева, сбоку, над головами. Схватился за плечо ладонью, словно пытаясь удержать льющуюся по рукаву кровь, и уронил оружие генерал Кислый. «Цепи приближаются. Цедит он сквозь зубы. Можно даже рассмотреть лица. Рожи. Хамские рожи», как сказал бы Ломаковский, поправляет его Григорий и меняет прицел. Все сливается в серое поле, линии вражеских цепей, напряжённые сосредоточенные руки, прыгающие стволы. Сосед уже начинает прилаживать к ноге верёвочную петлю, чтобы в последний момент привязать к спуску. Гонит лошадей по обледенелому склону новороссийца. Обгоняет остальных, направляя по каменистым тропкам конский бег, корнет рубанов и падает выбитый из седла петлюровской пулей. Поднялся на дыбы и медленно повалился набок конь под юнкером «Татарка». Скачет, припав к Гриеве, ротмистр Лобинский, храпит, задетый двумя пулями вкруп гнедой, но близки уже белые монастырские стены. Уже открываются кованые ворота, уже седлают лошадей-драгуны и выкатывают пушки-артиллеристы. И выдвигается пехотная дружина, подняв трёхцветный флаг. Бежит железная команда, уходит в степь, оставляя неубранных раненых, трупы людей, лошадей, брошенное оружие, но больше всего — ботинки, которые они поскидывали с ног, чтобы быстрее текать. «Миром Господу помолимся!» — склонился над книгой в стёртом софьяном переплёте отец Варсонофий. Стоят перед игуменом офицеры, сняв фуражки с белой ленточкой. Горят редкие свечи, бросая золотые тени на алтарные иконы, выхватывая из прозрачного полумрака впавшие щёки, небритые бороды, красные прожилки в глазах, устало опущенное плечо. Поют монахи. Читает Варсонофий, звучит под сводами вечная правда, ради которой ведёт их неумолимый долг каменистым терновым путём с крестом на плечных ремней на спине. «Ещё молимся о христолюбивом воинстве!» — у каменного фонтана, замёрзшей водой, опершись на берданке, переминались крестьяне в туго перетянутых нагольных тулупах. «Наша охранная дружина», — объяснил игумен, задержавшись на широких ступенях полковнику Магдебургу, чьё лицо не сразу можно было разглядеть, укрытое низко махровым углом башлыка. Только мгновенно схваченное морозом казацкие усы показало жёлтая полоса света из незатворённой двери храма. «Пойдёмте, ребята, со мной к обозу. Отгрузите пулемёты и пару ящиков с патронами. Обращаться-то умеете?» «Да мы, ваше благородие», — отозвался чернобородый мужик, видно, старший. «Ещё с японской научины. А староста наш, стало быть, не читайло. С румынского фронта Егория принёс». «Не последний отдаёте, Григорий Трофимович? Вам ещё неделю идти до переправы», остановил полковник и отец в арсенофий. «У нас достаточный запас, батюшка. Петлюровцев мы порядочно напугали. К нам они, пожалуй, больше не сунутся». Они помолчали, пряча друг от друга тревогу. «О охране монастырской», — негромко добавил полковник с тылым голосом, — «патроны понадобятся». На всё воля Божия, щуря близорукие глаза, игумен встретил его внимательный взгляд, поднял вдруг и положил на плечо Григория, покрасневшую на морозе руку. Сутули в худые плечи, он повернулся и пошёл по протоптанной в снегу тропинке. Ветер мел по земле, раздувая обмёрзший край рясы. За освещенными окнами трапезной шевелились быстрые тени. В лазарете уже спали, только угловое стекло бросало жёлтый треугольник света на тёмный сугроб. Казалось, что он светится изнутри. Белая луна ничего не освещала. Петлюровцы действительно запуганы, до такой степени, что, уплывая в панике на пароходах, забывают угнать огромный паром. Грузится пехота. По одному, ведя лошадей под узцы, всходит новороссийский эскадрон, и паром неторопливо отплывает от пристани, окутанный белым, как молоко, туманом. В день Рождества Христова восьмой корпус, пройдя за 35 дней 500 верст, прибыл в Джанкой. В воздаянии доблести, проявленной во время похода, главнокомандующий русской армии генерал Врангель наградит екатеринославцев серебряными крестами в форме Георгиевского, чёрной эмали с белой широкой каймой по краям сторон, соединённых серебряным терновым венком, в середине же креста, герб города Екатеринослава. Мало кто из них получит этот крест. Коллекционерам достанутся только изготовленные уже в эмиграции, вручную, штучные награды. В селе Красный Маг на развалинах Безюкового монастыря сохранилась старая винодельня. Подземный ход, который прорыли ещё запорожцы, за давностью лет разрушился, но до сей поры остался винный погреб. На его стенах вот уже более восьми десятков лет не исчезают тёмные кровавые потёки. 10 февраля 1919 года в Покровском соборе Безюкового монастыря шло богослужение. Махновцы, воевавшие тогда на стороне большевиков, ворвались в храм. Схватив священников и служителей из братьев, красные партизаны затащили их в запорожский погреб. Золото требовалось махновцам. Они рассчитывали, что в богатом монастыре, который беспрестанно с конца 1917 года грабили большевистские банды, оставалось ещё чем поживиться. Смиренные узники предали себя воле Божьей. Отчего больше озверели бандиты? От отсутствия добычи или кротости монашеской? Пленников изрубили шашками. Кровь брызгала и тёмными полосами стекала по стенам подвала. Оставшихся по каменной лестнице свели вниз к покрытому льдом Днепру. Братья, перекрестившись, падали в прорубь. Спасать монахов прибежала вооружённая екатеринославцами охранная дружина. Отбили у махновцев, иссечённых шашками игуменов Арсенофия, отца Онуфрия. Тех, кто ещё дышал, крестьяне погрузили на телегу и увезли в деревню. В 1921 году монастырь закрывают. Расхищено, разрушено, пущено по ветру богатейшее хозяйство, веками обрабатываемые поля, виноградники, сады. Уничтожены четыре храма, семинария, больница, которая в годы Первой мировой войны служила лазаретом для раненых фронтовиков, детский приют на 200 воспитанников, гостиницы, пекарня, электростанция. К 1922 году на территории Таврского Афона остаётся один собор. В 1923 году закрыт и он. Начинаются эксперименты. Завозят аризанских крестьян, американские колонисты создают артель «Селянская культура», «Запустение». Наконец, над входом прибивают надпись «Советское хозяйство Красный Мак». В годы, которые вошли в историю Украины, по Волжии и Казахстана как голодомор, в большом трёхэтажном братском корпусе открывают школу комсомольского и партийного актива. Силы, упавшие в борьбе за счастливое детство, будущие строители коммунизма подкрепляют в бывшей монастырской трапезной продуктами, подвезёнными из спецраспределителей. Из окрестных сёл сползаются голодающие дети, копошатся во дворе и умирают. Их тихо сносят и скидывают в пропасную балку. В единственном, не разобранном на кирпичи храме покрова Пресвятой Богородицы, вовсю кипит культмассовая работа. Со сводов над хорами взирают на танцульки лики ангелов и святых. Каждый новый комендант под угрозой срыва антирелигиозной пропаганды забеливает ненавистные образы. Но снова и снова проступают кроткие лица сквозь слои штукатурки. Наконец, самый изобретательный, хватается за кисть и дорисовывает вокруг глав православных святых космические скафандры. От автора. Я часто думаю, читая бесчисленные истории о пороганных храмах, святотатство – одно из самых страшных преступлений. И совершить его может только отъявленный безбожник – человек, не верящий ни в Бога, ни в черта. Но стоя перед на твоих же глазах свершающимся чудом, кощунствовать над ликом святого, неуклонно проступающего пред тобой, несмотря на все твои усилия избавиться от рисунка, то есть понимать, что перед тобой иная сила, грозная, недоступная, и тем не менее продолжать совершать преступное деяние. На это простой смертный, который поистережется даже улицу переходить, если ему черная кошка дорогу перебежала, не способен. И нуждайся я в доказательствах существования мира иного, то последнее сомнение отвергла бы, понимая, что совершить это может только существо, которым завладели бесы. Зацепив стальным тросом, тянут тремя тракторами алтарную арку Вознесенского собора, подрывают фундамент, закладывают взрывчатку. Все бесполезно. Так и стоит она. Одна. Все, что осталось от пяти величественных храмов. С той поры перестали появляться над селом Аэсты. Накануне столетия Ленина бульдозерами срезается монастырское кладбище, старые кресты, надгробья. Крестьяне, собравшиеся в круг отверзшихся могил, видят нетленные мощи святых угодников в облачениях с деревянными нательными крестами. Площадку выравнивают под школьный стадион. Дети играют в футбол и гоняют по полю череп монаха. Те, кто читал или видел фильм по пьесе Булгакова «Бег», хорошо помнят, что первое действие восьми снов происходит у стен монастыря. Внутренность монастырской церкви где-то в Северной Таврии. По деталям, по исторической хронологии, потому что монастырей с пещерами, хор монахов в подземелье поет глухо, в этой местности больше не было, понятно, что Булгаков описывает Григория Безюков монастырь. В число действующих персонажей, кроме функционального монаха, введены два духовных лица, сопровождающие генерала Черноту в Крым, в эвакуацию архиерей и игумен монастыря, дряхлый и начитанный. Этим начитанным игуменом с 1916 по 1920 был сорокалетний отец в Арсенофии. По ходу пьесы этот персонаж появляется пять или шесть раз. С помощью двух-трех реплик гениальный мастер создает образ жалкого, перепуганного, не блещущего умом начетчика. Оставив искаженный образ духовенства на совести, давно стоящего перед иным судом великого писателя, которому я, как читатель, все прощаю за белую гвардию, за сияющий образ Христова воина Найтурса в святозарном шлеме, расскажу, однако, подробнее о судьбе православного старца. За мной, читатель, кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык. За мной, читатель, и только за мной. И я покажу тебе такую любовь. Детство, благочестивая юность, учеба в пастерско-миссионерской семинарии все шло живым и благодатным путем, которым двигалось русское духовенство перед тем, как лицом к лицу встретить годы испытаний. В Григории Безюковом монастыре, где молодым послушником Василий Юрченко принял постриг с именем Варсонофия, он и был оставлен. Сначала при семинарии, а затем игуменом самой обители. Провел бы свою жизнь отец Варсонофий в трудах и заботах о монастыре, о брате, о пастве, но в 1917 году Аннушка разлила масло. Под угрозой немедленного расстрела большевики потребовали выкуп в размере многих тысяч рублей, рассказывал о тех годах своим сокамерником отец Варсонофий. Такой суммы у братья и не было, и монахов поставили к стенке. Я чувствовал необычайный духовный подъем от того, что скоро буду в Царстве Небесном. И я был горько разочарован, когда прибежал монах с нужной суммой, и расстрел отменили. Когда монастырь закрыли, отец Варсонофий некоторое время скрывался в доме у брата, но его нашли и заперли в подвал. Ряса истлела от сырости, а вшей можно было сгребать руками. После освобождения отца Варсонофия назначают священником свято-наталиинской церкви села Высокие Буэраки около Елисаветграда. Вместе со своим братом по монастырю, епископом Ануфрием Гоголюком, он становится ревностным обличителем обновленчества. Власти поощряли и поддерживали обновленцев административным ресурсом вовсе не потому, что их волновало, на каком языке будет вестись богослужение. Готовы были раздувать все, что шло во вред православной церкви. Когда же оказалось, что дезориентировать ни паству, ни духовенству не удается, то сектантов за ненадобностью расстреляли. На проповеди батюшки в Арсенофе смиренное обращение, мягкий голос собираются со всех храмов. В округе из 80 обновленческих приходов не остается и 10. С регулярностью кукушки в храм, где он служит, заявляются красноармейцы. Батюшку арестовывают, допрашивают, сажают в тюрьму, отпускают, против него ведут судебные процессы, но духа сломить не могут. Накануне вербного воскресенья 1924 года в Покровскую церковь явился обновленческий епископ и потребовал ключи. Прихожане собрались в круг храма, особенно неустрашимыми, как пишет свидетель, были женщины, плотно вставшие у дверей. На помощь обновленцам присылают отряды конной милиции, комсомольцев, комбет. Наконец, пожарная команда струями холодной воды из шланга разгоняет народное сопротивление. Власть объявляет отца в Арсенофе зачинщиком бунта, арестовывает членов Приходского совета и мирян. В 1925 году отец в Арсенофе и владыка Ануфрий оказываются вместе в Харькове, без права выезда. Надо сказать, что судьба владыки Ануфрия, канонизированного Русской Православной Церковью в 2000 году в сонме новомучеников и исповедников российских, также ведет его через аресты, ссылки, служение и мученический венец. 1 января 1931 года повсеместно производятся массовые аресты уцелевших к тому времени епископов, священников, церковных старост и даже прихожан. Схвачен и отец в Арсенофе. От него добиваются показаний, применяя средства, уже многожды описанные. Не дают спать, инсценируют расстрелы, лишают пищи, а потом кормят и не дают пить. После пяти лет заключения в темниковских лагерях переводят в концлагерь, расположенный в упраздненной Саровской обители. Насильно, с побоями, остригают бороду. Тайно ночью он пробирается к могиле святого Серафима Саровского, молится, читает Акафист. Он совершенно искренне принимал заключение, рассказывал впоследствии его келейник, отец Павел, как возможность духовного совершенствования, без страха и с благодарностью Богу. По окончании срока ему удается вернуться в Харьков. Гонение на церковь становится практикой повседневной жизни. Служащие советских учреждений боятся публично перекреститься, православные требы вытесняются красными крестинами, погребение отправляется по особому советскому чину, с музыкой и красным флагом. Младенцам присваивают новообразованные имена, типа Тракторина, Ченальдина, Челюскинцы на льду, Доздроперма, Доздраствует Первое Мая. Детей обязывают доносить на родителей, если те держат дома иконы и особо отличившихся, отправляют в награду в Крым. Отец Варсонофий, скрывая сан в обыкновенной подпоясанной русской рубахе, ездит по своим прежним приходам на Кубани в Донбассе-Одессе. На окраине города вспоминает духовный сын старца, который сопровождал его в Херсон. В доме, находящемся в глухом месте и огражденном высоким забором, батюшка Варсонофий исповедовал в течение двух дней и ночей приходящих людей, которые друг другу передавали о его местонахождении. Не было у него времени и поесть. В одной из таких поездок бдительные органы батюшку выследили. На Колыме он сильно заболел, его посчитали умершим и выкинули тело. Утром нашли сидящим среди негнущихся кучей сваленных трупов. Сам старец об этом случае рассказывал. Когда его выбросили, он был без сознания. Очнувшись, почувствовал тепло. Свет озарил ночное небо, явился сам Христос, который протянул руку и сказал, «Дерзай, ты мне еще нужен на земле для проповеди Евангелия». Отбыв срок, четыре года пролежал батюшка по лагерным больницам. На теле незаживаемые раны, которые постоянно сочились. Одна нога не сгибалась, другой ходил только на пальцах. До конца жизни не выпускал костыли. В 1954 году отец в Арсенофе получил назначение на священническое место в Екатерининский собор города Херсона, последний храм его жизни. Сильно болел, знал заранее, когда Господь призовет его к себе, готовился к смерти. 17 октября 1954 года, в день своего небесного покровителя в Арсенофе, старец отошел ко Господу. 2 марта 2007 года были обретены мощи исповедника и перенесены в Свято-Духовский кафедральный собор Херсона. Решением Синода УПЦ Украинской Православной Церкви Архимандрит Варсенофий Юрченко причислен к лику местоначтимых святых Херсонской епархии. Мы читали главы из книги Елены Зелинской «На реках Вавилонских». Ваши любимые книги. Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать.